Десница Святой Равноапостольной Марии Магдалины и частицы Животворящего Креста Господня прибудут в пределы Польской Православной Церкви 16 августа. Великие реликвии христианского мира доставят из Афонского монастыря Симона Петра. Они будут доступны для обклонения ровно неделю. Подробности у корреспондентов Восточноевропейского бюро нашего телеканала. В Польше в нынешнем году отпраздновали память Святой Равноапостольной Марии Магдалины с особым трепетом. Не только потому, что святая считается покровительницей Польской Православной Церкви. Кафедральный собор в Варшаве посвящен именно Марии Магдалине. Но и потому, что во второй половине августа Святая Равноапостольная Мария посетит Польскую землю. Посредством принесений из Афонской обители Симона Петры десницы жены равны апостолам. Организует принесение мощей Святой Марии Магдалины и частицы Животворящего Креста Господня Кирилла Мефодиевское Братство. Рука Святой Марии Магдалины, то есть той, которая первая провозвестила миру о том, что Христос восстал измертвых. А православие – это не что другое, а свидетельство Пасхи, восстание измертвых. И мы, по воле Божьей, благодаря старанию братства нашего, святого Кирилла и Мефодия, будем иметь эту честь, что эти святыни прибудут к нам. Принесение мощей Святой Марии Магдалины и частицы Животворящего Креста Господня из Святогорского монастыря Симона Петра предусматривает их пребывание в Польше с 16 по 23 августа. 16 в субботу реликвии встречают в Варшаве. Днем 17 святыни доставят в Бельск-Подляски. 18 днем на краткое время они будут доставлены в городок Клещели, как раз в окрестностях деревни Рогачи, где владыка Савва обратился к верующим. Уже 18 вечером и 19 святыням смогут поклониться все собравшиеся на традиционные преображенские торжества на Святой горе Граборке. Во второй половине дня на преображении десницу Святой Равноапостольной Марии Магдалины и частицу Животворящего Креста Господня доставят в Гайновку. А 20 утром состоится одно знаменательное событие. В слухах, это недалеко Семятыч, там мы построили новый храм в честь Святой Равноапостольной Марии Магдалины и 20 сразу же после преображения в присутствии мощей Марии Магдалины будет храм освящен. 20 августа в 16.30 святыни будут встречать уже в Кафедральном Никольском соборе Белостока, 21 в 7 вечера в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Роцлаво и 22 в 16.30 в Лодзе в Александроневском соборе. 23 августа, день прощания со святынями Симона Петры, они будут доступны верующим в течение нескольких часов в Станиславово. Во всех городах и весях Польши частицы Животворящего Креста Господня и десницы Святой Равноапостольной Марии Магдалины смогут поклониться и православные, и верующие католического исповедания. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Польша.